Поэтому мне не получается переживать из-за того, что сейчас все переживают, потому что я такая, да понимаете, я дотрагиваюсь до еды, а она не кажется мне горячей, вау! Я могу в ванной полежать, прям в нормальной ванной набрать воды и лежать, не просто в пустой, не обязательно в холодной, а в тёплой. Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это Провал, подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Саша Рэд, блогер. Саша, где ты сейчас находишься? Я дома в своей квартире в Москве, ну точнее, это не моя квартира, квартира родителей мужа, но место, в общем, там, где я обычно обитаю последние годы, вот. Насколько я знаю по твоим сторис, впервые за последние годы ты обитаешь в этой квартире без мужа. Да, это вообще прям какая-то уникальная ситуация, я всё ещё пока не очень понимаю, что он вообще отсутствует, потому что у меня всё время ощущение, что он ненадолго вышел, сейчас придёт, а у меня тут срач полный, потому что, как бы, дай мне волю, я его моментально устраиваю. Вот, его отсутствие, оно, как бы, не то чтобы, не сдерживает теперь ничего, никаких храмов, больше нет. То есть раньше он обычно приходит, такой, Саша, опять? Я такая, ща, уберу. А тут, как бы, никто не говорит, Саша, опять, и вот я уже переступаю через гору своих вещей, и мне нормально. И как ты по этому поводу себя чувствуешь? Ну, как бы, ты так весело рассказываешь, а это какая-то для себя, ну, не знаю, весёлое, грустное что-то, что-то нейтральное? Ты знаешь, я сейчас в таком интересном состоянии нахожусь. Во-первых, я какое-то количество времени сижу на антидепрессантах, потому что это как раз-таки будет история провала. Такая самая крупная история последнего вот этого года. По сути, я, может быть, не очень понимаю, но я, возможно, из-за них, а, возможно, просто из-за того, что со мной летом случилось, нахожусь в очень спокойном состоянии. Просто, мне кажется, я самый спокойный человек в Москве после, я не знаю, наверное, чиновников всех вот этих вот, которые всё знают, что там дальше будет. Я такой, в разряды, да всё нормально вроде, чего все переживаете? Ну, то есть, нет, я как бы, я очень плохо отношусь к вам, я вот такая помарочка, знаешь, что я не из тех, кто, а что случилось, а чего вы все переживаете? А просто я реально, я себя чувствую так, как будто, ну, даже если завтра будет ядерная война, то я такая, ну, ладно. Вот, то есть, у меня, в принципе, вот такое сейчас состояние, в том числе, возможно, говорю, из-за медикаментов. А вот, собственно, второй провал, к которому подбираемся. Пожалуйста. Барабанная дробь. Да, да, да. Ваян в студию. Да, в общем, когда началась моя ***, у меня случилась просто, я не знаю, какая-то максимальная истерика, потому что я ещё не понимала, в принципе, что происходит. Ну, как бы, я чувствовала, что глядёт какая-то очень большая жопа, то есть, вот прям, когда первые дни я ещё мониторила новости там нон-стопом. И там уже нон-стопом всё происходило, каждую, не знаю, минуту какой-нибудь бренд исходил из России, что-нибудь где-нибудь закрывалось, самолёты переставали летать и так далее. И, в общем, мне казалось, что вот что, сейчас вообще будет просто какая-то катастрофа. Настолько, что, чтобы ты понимала, я в один из трёх дней поехала на заправку, заполнила полный бак бензина и посмотрела, насколько мне его хватит. Так вот, до Нижнего Новгорода мне хватит бензина. Я прям реально спланировала, наверное, куда бежать, чтобы, ну, если что-то будет, не знаю, происходить. Меня так накрыло разговорами про всякое ядерное оружие, ядерную войну и прочее, что я помню, ну, там реально, значит, третий где-то день войны, я лежу вечером, не могу заснуть и говорю, мужа, слушай, давай, может, к родителям поедем за город, потому что, мне кажется, сегодня ночью мы скоро сбомбят, а так мы хотя бы за городом, и там, ну, типа, есть шанс спастись какой-то небольшой. Тогда у меня было максимально тревожное состояние, как, наверное, сейчас вот до многих докатило вот это вот полное сознание, что происходит, а у меня началось ещё с фюрале. Ну, и, в общем, на вот этой панике, как многие, мы рванули. Мы рванули сначала просто в Армению из-за заряда, ну, давай, посмотрим, может быть, это просто у нас такой отпуск будет, если мы как-то, ну, перебдели. А если, ну, мы на самом деле разумно переживаем, то мы бы молодцы, что вот мы свалили вовремя. Мы решили, что две недели, это будет достаточный срок, чтобы понять вообще, надо ли возвращаться или нет. А мы вылетели реально последним рейсом, который улетал вообще из России, Нордвиндовский, который была такая авиакомпания когда-то. Ну, она, может, сейчас по России летает, но, в общем, реально, мы просто последним самолётом улетели, тоже такими нервами невероятными, мы думали, что там всё отменилось. Но оказалось, буквально мы там приехали, и на следующий или после следующий день начали отключать российские карты. Вот эти прям самые такие прям горячие денёчки. А авиакомпании перестают летать, карты перестают работать, ты сидишь и думаешь, ну, что делать-то, собственно, надо как-то что-то придумать, план. В общем, мы решили пожить чуть-чуть в Грузии. Типа два месяца решили сейчас, вот месяц забронируем в одном городе квартиру, месяц в другом поживём, значит, в Белисе, в Батуми, но за два месяца всё точно станет понятно. И вообще, как бы там всё закончится у 100%. Что объединяет практически всех из нас? Практически у всех из нас случались провалы во время поиска устройства на новую работу. И хотя большую часть своей жизни я была предпринимательницей, у меня всё равно таких историй полно. Например, когда я жила в Париже, и только что окончила университет, мне тогда было лет 18-19, я впервые практически пошла искать работу. И, конечно, когда я тогда думала, ну, вот нужно взять CV, главное всё там красиво написать. 18 иностранных языков fluent, все Photoshop, Illustrator, CRM, FEM, всё знаю досконально, всё красиво. Это сработало, меня пригласили на собеседование. Конечно, у меня в CV там стоял свободный французский, испанский, итальянский. Свободный у меня был, дай Боже, английский, да и то такой. В общем, я пришла на собеседование. И обычно на собеседованиях всегда можно было перейти на английский, сказать пару слов о заученных на французском, и дальше спокойно болтать, выруливать ситуацию, потому что разговор происходил один на один. В тот раз я не очень внимательно почитала вакансию, и не увидела, что там было групповое собеседование. Когда сначала заполняешь анкету на 10 листах, конечно, на французском, потом встаешь и под взглядом 30 посторонних пар глаз начинаешь рассказывать такую вот речь о себе и отвечать на вопросы. В общем, это был один из самых неловких и провальных и стыдных моментов моей жизни, потому что кроме вот этих вот базовых французских фраз, которые я звучила заранее, которых хватало на другие собеседования, я ничего не могла из себя выдавить. В общем, красная как помидор, я что-то там пролепетала, сама ничего не поняла, и потом, так сказать, с некоторым стыдом убежала. Для себя мораль я вынесла следующую. Не врите в CV, если его увидите не только вы. Конечно, можно проявлять некоторую гибкость и очень классно подстраивать CV под конкретную вакансию, но то, что легко просто проверить, не нужно там врать. До этого вывода мне пришлось добраться непростым путем, а можно было не позориться. Сейчас существует сервис карьерных консультаций в онлайн-чате CareerSpace. Там все устроено очень просто. Приходите со своим карьерным вопросом на сайт. Например, я бы спросила в тот момент, что стоит указывать CV для устройства на первую работу. Заполняйте заявку. Ребята из CareerSpace связываются с вами и, честно говоря, смогут ли вам помочь. Если да, то только тогда вы оплачиваете подписку и начинаете работать над вашим запросом. Кстати, над вашей карьерной задачей будет трудиться не один человек, а целая команда карьерных экспертов. Так что вы получите максимально широкую экспертизу и объективное решение. И еще один немаловажный плюс. CareerSpace работает по месячной подписке. Стоимость одного часа хорошего карьерного консультанта в Москве в районе 10-15 тысяч рублей. И это еще нужно постараться и найти классного. А у ребят по промокоду ПРОВАЛ на русском большими буквами СЛИПНО целый месяц карьерной поддержки будет стоить всего 7 990 рублей. Так что переходим по ссылке в описании эпизода, оставляем запрос и решаем карьерные проблемы. За два месяца ничего не закончилось. Мы еще какое-то время прожили в Грузии в постоянно непонятном состоянии из-за заряда, куда нам переезжать, и не переезжать ли вообще, и что вообще делать. Потому что друзья в Москве говорили, что все нормально, возвращайтесь, что вы там панику устроили. И в итоге все это в один прекрасный момент закончилось просто пеерично. Мы с мужем пошли в горы в обычный день. Ну как горы. В Тбилиси это значит просто, типа, ты выходишь какой-то там из одной улицы и идешь в гору. И рано или поздно, когда просто дома заканчиваются, начинают деревья. Вот, это где-то минут 5-10 ходьбы, в зависимости от какой части города ты живешь. То есть в горы. Ну так, прогуляться просто. Стоял прекрасный солнечный день, прохладные 30 градусов, он белийский, наверное. Я, как ответственный человек, решила, что мне нужно намазаться СПФом. У меня был с собой только масляный СПФ, это важно для истории. Да мой муж, как неответственный человек, я ему сказала сто раз, ты умрешь от рака, он решил не мазаться кремом никаким. Вообще ничем не мазаться, потому что все... Ну не то, чтобы все это глупость, в общем, не было у него настроения спасаться от рака в тот день. И, значит, мы погуляли, все нормально, все здорово, я вечером выкладываю фоточки в Инстаграм, и, типа, какие-то цветочки красивые там сфоткала. И меня читатели начинают писать, типа, Саш, ты как-то там себя чувствуешь, а ты вот этот цветок не трогала, а ты вообще в порядке, надеюсь, что там... Ну, в общем, какие-то, знаешь, такие тревожные, переживательные во множественном числе эти. То есть нет одного какого-то там переживательного человека, это нескольких сразу. Оказывается, что я сфотографировала дико ядовитое растение, которое называется яснец или купина неопалимая, все запомните эти названия, они выглядят супер беззащитными и милыми цветочками. Ты в жизни не подумаешь, что они могут быть просто сатаной воплоти. Короче, они в жаркие дни вокруг себя эфир распыляют настолько, что можно их, типа, поджечь просто прям зажигалкой, она будет гореть, а само растение не сгорит, оно поэтому называется, типа, неопалимое. Это вот такая присказка. Я это читать в интернете, что из-за растения такое. Оказывается, что те, кто их... Где-то додумался потрогать его, у них волдыри просто, как, знаешь, от химического ожога, такие огромные просто пузырями, которые сходят по несколько месяцев. И как бы это не одна какая-то история, а, типа, частая. И эти растения, например, если в России, то на юге вообще все их знают, потому что как только начинается период цветения, везде плакаты, осторожно, вот это вот растение опасно. Короче, это, типа, брущевик, только поменьше, и реально он, ну... Брущевик хотя бы вызывает какие-то подозрения, потому что это огромная байда, она реально выше тебя роста, но тут есть какой-то напряг. А это миленький цветочек, оно выглядит, как, я не знаю. Слава богу, я букет тот день не собрала, я клянусь, я бы могла. Просто мы шли к озеру, я подумала, да что я буду два часа с букетом ходить, и это меня уберегло. Ну как уберегло? Не то чтобы... Не то чтобы сильно. Ну, Саша, особенно интересно, когда я в целом, ну, поскольку я слежу за тобой с инстанцией, с того вечера, как мы познакомились, то я как бы знаю, как развивались события, плюс-минус, от этого я в особенном таком, ха-ха, давайте. И чё, она чё, вот чё. Ну так вот, и чё она. Ну, короче, в общем, помните, я сказала, что я была в масле в СПФном, а там цветочек распылял эфир этот. В общем, на ожог нельзя никак накладывать масло, это суперопасная штука, потому что это всё из интернета узнала. Ты знаешь, информация этого года, которая не была мне раньше нужна, я бы хотела, чтобы она оставалась мне не нужна, но вот как бы мир распорядился иначе. Когда ты на ожог накладываешь масло какое-нибудь, оно образует плёнку, соответственно, типа, начинает ещё больше от ожог развиваться. В общем, тот факт, что я просто постояла рядышком с этим цветком и была в масле, который я не смывала из себя, ну, не знаю, часов в пять, пока мы там до дома не дошли, я не помылась. В общем, оно и сыграло со мной злую шутку, потому что ночью я проснулась от того, что я просто чешусь. То есть даже не я проснулась, точнее, у меня муж разбудился с словами, у тебя всё в порядке, и ты просто чешешься над стопом, а я спала и чесалась. И тут я понимаю, что у тебя что-то не очень в порядке на самом-то деле. В первое время она просто всё чесалась, то есть руки чесались, ноги чесались. Она, знаешь, таким блуждающей чесоткой, то есть ты только руку почешешь, у тебя нога начинает чесаться. Ты почешешь ногу, у тебя начинает, там, не знаю, другая. Ну, в общем, и так по кругу где-то всё тело, примерно вот весь день ты и чешешь. Ночью-то следующей не очень удалось мне поспать. То есть если в первую я уснула, потому что я ещё не чесалась, то в следующую как бы я уже была лишена этого захитительного сюрприза. А я просто всю ночь чесалась, не могла заснуть ни на секундочке просто. А мы, надо ещё говориться, так неудачно сняли квартиру. Просто тут как бы чувствуете уже, этот ком, он начинает набирать обороты. То есть солнечный день, эфир, марта. Гость года. Да, мы катимся с горы, значит, с этим комом. А мы сняли квартиру, которую я давно на неё глаз положила. Она в Airbnb, там была очень красивая. А мы ещё сначала снимали какие-то там комнатушки, потому что думали, может, карты там не пройдут, может, оплаты отключат, может, вообще нас не поселят, потому что мы русские. И там всё-таки такие какие-то моменты где-то. То ли слухи были, то ли реальность, непонятно. В общем, мы какие-то первые квартиры снимали просто прям, ну, условно, 2 на 2 метра. Курс доллара был в 120 рублей, и тогда это выходило 2 на 2 метра за 150 тысяч рублей. Короче, как будто ты живёшь в Москва-Сити, но на самом деле где-то в подворотне, и у тебя чуть ли не сковородка под твоей подушкой. Ну, условно, это реально было очень странно. И тут, значит, мы въезжаем в эту квартиру, которую я прям готовилась, потому что она двухкомнатная, можно закрыться, наконец, друг от друга в соседних комнатах. Ну, то есть, вот почувствовать вот эту приятную роскошь. Но был нюанс. Оказалось, что она, значит, на первом этаже, и она в такой прекрасной улице, где как бы машина не ездит, но грузины живут круглые сутки. И грузины, они такие общительные, громкие и дружелюбные, особенно между собой. Что, в общем, в какую-то часть ночи я не могла заснуть, потому что грузины прямо под моими окнами разговаривали о жизни между собой. Громко. И такое чувство, будто на самом деле они прямо с тобой в комнате находились. То есть, в принципе, как бы можно было и на улице поспать. Значит, ты уже понимаешь, да, что, значит, прибегает ночь, в которой я не могу спать из-за того, что чешусь. Грузины за окном громко разговаривают, я не могу уснуть. И тут еще докатывает еще дополнительный такой нюанс. Матрас, оказывается, слишком жесткий. В целом, как бы в любой другой ситуации все было бы нормально. Я бы не заметила, что он жесткий, но так как я и так уже несколько ночей там не сплю от этой часотки, моя спина вдруг поняла, что матрас ей не подходит. И что-то защемило в лопатках. И, значит, следующую ночь я уже не могу уснуть не потому, что я чешусь, я уже не чешусь в целом. Все, уже проходит. Но потому, что теперь у меня болят гребаные лопатки, и они болят со всех сторон. То есть, ты лежишь на одном боку, неудобно. На другом неудобно, на спине неудобно, на животе неудобно. Просто, короче, нет позиций, в которой можно уснуть. В итоге еще сутки я массирую лопатки. Просто там вот так вот извиваясь, как я не знаю, уже как будто вызовите экзорциста. В общем, какая-то ночь уже по счету, не знаю, там третья или четвертая, я не могу уснуть уже, все, уже все бесит, на самом деле. Уже очень хочется спать. Спать не получается. Я уже медитирую там по два часа подряд, пытаюсь хоть как-то обычно меня в медитации иногда вырубать. Не помогает. Муж спокойно засыпает, я просто там уже не знаю, что делать. Уже на диван пытаюсь лечь, он тоже неудобный. Кое-как там на час, наверное, засыпаю. Это момент, видимо, с которого моя жизнь покатилась. То есть ком набрался на нужного размера, и моя нервная система не выдержала. Ну, то есть когда я это уже ретроспективно смотрю, то кажется, что где-то вот здесь вот находится тот момент, с которого, в общем, все пошло не так, потому что руки перестают чесаться, но начинают колоть как-то чуть-чуть вот так, покалываясь. Как знаешь, когда затекли, потом так их пускаешь, и они такие колют чуть-чуть. Но я думаю, все нормально, супер. Это, наверное, просто проходит у меня чесотка, и вообще все хорошо. Я очень позитивно пожить не настроен на человеке. Я, если вижу что-то плохое, я сначала думаю, что в этом хорошего может быть. Я думаю, ну, колют, ну, наверное, здорово. Это просто так она проходит. У меня же никогда не было такой аллергической реакции. Я же не знаю, что это. Потом, значит, ноги начинаю отколоть все ночи. А я еще не могу никак нормально выспаться. Мы уже с мужем решаем, что ладно, я поеду в отель, на нормальном матрасе посплю, и как бы мне станет нормально. Где-то примерно уже чуть ли не неделя проходит с момента моей встречи с цветком. Я понимаю, что что-то, короче, странное происходит. Ну, то есть, как будто бы не проходит уже вот эта колотасть какая-то в руках, в ногах. Думаю, ну, реально странная аллергическая реакция. Ну, ладно, у меня вроде закончилась уже страховка, потому что мы давно находимся в Грузии, она там уже не работает, которая у меня была сама, я переизная, вот эта вот обычная страховка. Но я думаю, все равно позвоню женщине, узнаю, что с этим делать. Пускай меня отправят хоть куда-нибудь, чтобы что-нибудь вообще показаться, какому-нибудь из врачей. И они сказали, что ну, что с этим делать? Мазать или там, не знаю, умирать? Хоть какую-то, знаешь, ясность внести. К этому моменту у меня появляются еще какие-то странные ощущения. То есть, я прямо уже к утру решила, что так, все, я с утра звоню в страховую, выясняю, что с этим делать. Подкатывает уже какие-то такие анимеенные, какие-то, в общем, странные чувства. Я понимаю, что я очень долго описываю вот эту свою болезненную историю. Сейчас будет ревил, подождите. Сейчас будет раскрыть эту историю. Ну, в общем, я когда рассказываю все эти ощущения женщине страховой, ей становится плохо, ей становится страшно. Она говорит, я-то подозреваю нечто очень страшное. Она говорит, такое дело. Спасибо. Спасибо за поддержку. Нет, ну, знаешь, она как бы... Сейчас мы тебя куда-нибудь пристроим, но звучит не очень то, что ты рассказываешь. Есть у меня подозрения условно какие-то там, что это может быть, что... Она начинает какие-то слова страшные говорить, которые я сейчас не могу заходу вспомнить, но я тогда сразу гуглить, думаю, ну, все, и да. Но дополняет картину все то, что это воскресенье, и она говорит, что больницы не работают сегодня, в которые я могу тебя отправить, только завтра. И я еще, значит, сутки нахожусь в состоянии зазряда. Говорю, спойте, наверное, меня сейчас госпитализируют. Наверное, вот сейчас меня госпитализируют, а я знаю, что такое госпитализация не по страховке. Это значит, ты сейчас просто всем инстаграмом будешь собирать себе деньги на вообще миллион долларов, которые тебе все это выйдет. Думаю, ну, ладно. Забавная история может получиться все-таки. Охват подниму, так сказать. Весь хорошая еще хоть где-то. Опять же, думаю, ну, ладно, предположим, ноги мне отнимутся, ну что, тогда я стану блогером-колясочником. Тоже необычный контент, может быть. Я просто искала для себя портительные моменты. То есть я такая хо-хо, хи-хи, а сама думаю, пи*** просто, просто. Думаю, вообще не знаю, что там меня ждет. Еду из травклинику, они меня смотрят, издают анализы, меня там и невролог смотрят, и аллерголог, и кто-то там еще, типа, терапевт. Короче, в общем, несколько врачей меня все посмотрели. Я им за все это отдала, там, тысяч 15 рублей. Они все сказали, что все стало хорошо, а у тебя просто невроз. Я думаю, ну, слава тебе, Господи, невроз, так невроз, ну, ладно. Ну, значит, мой мозг-то выдумал, окей, предположим. Через подружку нахожу врача, который мне выпишет таблетки психотерапевта, психиатра, потому что, ну, невроз, нужно там таблеточками лечить, а как бы нужно нормальным врачом. И как бы думаю, что у меня невроз, значит, какое-то количество времени. Я понимаю, что, во-первых, мне не становится лучше, то есть как бы квартира все еще та же самая, с жестким матрасом, с грузинами за окном, и вот это вот все. И, в общем, путем каких-то долгих мышлений, вообще, я думала, что в то время я полечу в Россию там документы какие-нибудь поделать, еще что-нибудь, кота забрать, в общем. В принципе, было в планах. Но когда мы поняли, что я в каком-то состоянии, когда у меня, знаешь, все полетело из-за сряда, у меня полетел сразу же кишечник, у меня сразу же сбился цикл, у меня... Ну, короче, просто в какой-то момент я была в таком состоянии, что я лежу, и я вот прям все, я больше ничего не могу сделать. Я думаю, что сходить в туалет — это тоже так себе идея, потому что до него нужно идти, это дальний путь, это нужно потратить силы, вообще нет. И в таком состоянии, понимаешь, до России я одна явно не долечу, придется, походу, дело мужа брать, потому что, ну, у меня там чемоданов пять штук, одних только, с теплыми вещами и прочим, а я по стенке до туалета хожу, какой у меня перелет этот сложный. И в итоге мы возвращаемся в Россию. Я еще тогда более-менее в среднем состоянии, то есть у меня там слабость какая-то, но я думаю, что, ну, это все еще невроз, ничего такого страшного. Вот тут прилетаю, хожу к другому неврологу, еще он нас там отправляет на всякие МРТ, на МГ, в общем, полный набор интересных анализов, все нормально. То есть я, значит, отдаю деньги, снова деньги, еще деньги. В какой-то момент, типа, потому что я уже сто тысяч потратила, а мне все еще говорят, что у меня все в порядке везде. Думаю, ну, нифига себе, неужели как бы мой мозг это, правда, все выдумывает, потому что к этому моменту я уже, мое состояние, знаешь, оно, типа, качество все вниз, вниз, вниз. То есть в какой-то вот реально точке я прихожу, что я просто не могу встать на ноги, потому что они уже к этому моменту болят. Я не могу спать ночью, потому что они горят. И я, типа, их прикладываю просто каким-то там кускам льда, замороженной вишней, пакетами обкладываюсь, мне хватает, там, часок поспать. Я снова просыпаюсь от того, что горят ноги, и так, типа, раз в восемь за ночь. Днем я просто не могу ходить, потому что мне плохо есть, я не могу, потому что, как бы, у меня что-то, короче, все время плохо. И все это не выглядит, как будто бы это вот какая-то выдумка мозга. И муж меня оттащил в итоге в больницу, где он сам когда-то там учился на медицинском. И там вот врач прям, она даже анализы никакие не стала брать. Она еще до того, как мои документы все равно говорит, да у вас, ну, не невроз. Она у вас, говорит, неврологическое что-то, очевидно. У вас, говорит, недообследовали. Ну и в итоге, когда меня положили в больницу, в первый же день сделали анализы, выяснили, что это аутоиммунная полинейропатия, которая вообще просто может начаться вообще с чего угодно. Абсолютно с чего угодно. То есть ты можешь сегодня бухать, у тебя завтра похмелье, и начнется вот эта полинейропатия. Просто вот с ничего. То есть это может быть после ковида, это может быть после прививки от ковида, это может быть от любой аллергической реакции. Ну, то есть просто организм такой, все, пока. Гейморти, подруга. Покапали мне капельницы, поменяю таблетки. В итоге сейчас как бы я сплю хотя бы по ночам. У меня не болит все так адски, я могу ходить, но у меня пока еще не в каком-то там финальном здоровом состоянии. Это потому что я, например, типа не очень чувствую ступни. То есть я могу натереть мозоль и вообще не понять, что я натерла мозоль. И как бы она будет кровоточить, и вообще никаких ощущений от меня не вызовет. Пока непонятно, это может быть ли я недолечилась, или может быть это такой постепенный процесс. Потому что от капельницы, например, спустя месяц только говорят, вот бывает докатывается. А у меня там не очень полтора месяца прошло. История про болячки закончилась. Мне кажется, я просто, знаешь, включила какую-то бабку в какой-то момент и такая, вот анализы мои, анализы мои, анализы. Вот мои исследования. Такая вот история о провале миграции. Потому что я думала, я человек, который несколько раз переезжал из одного города в другой вообще просто вот в легкую. Да, все сначала запросто. Друзья по касике. И я думаю, ну миграция это вообще просто easy для меня. Вот муж мой будет страдать, наверное, но он никогда никуда не переезжал. А в итоге, видишь, короче, меня как скосило. И я теперь все время думаю, блин, переезжать куда-то. Это же там надо вообще все опять заново отстраивать. А тут у меня так все удобненько, и так все хорошо. Ну да, тирания в стране. Черт и что. Но зато вот матрас у меня мягкий, знаешь, котик вот по утрам приходит, вот это вот. Ня-ня-ня-ня-ня. Поэтому я в каком-то зависшем, непонятном состоянии. Я умом понимаю, что, ой, как здорово сейчас было бы свалить, раз оно всегда вообще сюда не возвращаться. А реальностью я, например, даже больше месяца не смогу провести вне страны, потому что таблетки, мои таблеточки, которые мне выписывают, они просто настолько жестко подучетные, что мне не могут выписать рецепт больше, чем на месяц таблетки. Ну, в смысле, по количеству. И рецепт не может выписать не государственная клиника, только государственная. Таблетки продаются в очень небольшом количестве аптек. У меня просто на 5 ближайших районов в одной только аптеке они продаются. Там нужно четко, чтобы были поставлены все печати. Меня уже возвращали один раз в больницу, чтобы я переставила печать более левый в верхний угол, а не по центру. Ту же самую печать. Но, как бы, видишь, не в том углу уже не получаешь свои таблетки. Когда выходишь из аптеки, то нужно обязательно спрятать таблетки, потому что фармацет говорит, что у них там ходят наркоманы и могут собрать. То есть вот настолько у меня вот такие интересные таблетки. Другие таблетки мне тоже очень интересны. Это знаете? Вот есть счастливые люди, на которые действуют легкие таблетки, дешевые там, ну, простые какие-то. Вот мой организм ни хрена не такой. Ему нужно либо, чтобы сложно было достать, либо очень дорогие. Вот такие на него действуют. То есть у меня ради антидепрессанта у меня на месяц там уходит 7 тысяч, а только на дне антидепрессанта. А их таких, блин, там этих таблеток еще три штуки разных. В общем, я и мои таблеточки, мы пока очень сильно зависимы от России, от государственной больницы. Ой, государственная больница. Интересная такая вещь оказалась тоже. Ты можешь рассказать, что вообще во всей этой болезни было эмоционально самое сложное? Такие все эти моменты интересные были. То есть когда первый раз, я помню, я еще была в достаточно неплохом состоянии, то есть у меня просто кололи руки по сравнению с чем-то потом меня ждало. Когда я пришла на первую сессию с психиатром, чтобы он мне таблетки выписал, и он мне сказал, что в лучшем случае они подействуют через две недели в целом, в среднем. Антидепрессанты через полтора месяца начинают действовать. Я такая, в смысле? Мне что, полтора месяца вот с этим вот-вот ощущением в руках-ногах жить? То есть я что, еще полтора месяца буду умирать? То есть ни завтра, ни послезавтра? Мне даже к концу недели мне не станет лучше. Вот это был, наверное, такой первым, где я такая, ни хрена себе, мне еще сколько вообще это все терпеть? Потом оказалось, когда я понарастающе всего, все хуже и хуже, мы там постоянно меняли препараты, повышали дозы. Вот это все, всю мою лето, она превратилась в завтрашний день, я это называю. Потому что тебе каждый день плохо, но ты каждый день думаешь, что завтра станет получше, потому что сегодня тебе что-нибудь поменяли. Или там, не знаю, ну, в общем, что-то изменилось в твоей бытовой ухе, и ты такая, ну, завтра точно станет лучше, завтра не становится лучше, а у меня вот психиатр, он, конечно, я не знаю, можно назвать его святым человеком, но в какой-то мере, ну, ладно, давайте полсветым назовем, это как полубог, то есть такой вот полчеловек-полуконь. Он был со мной на связи, то есть вообще в любое время, то есть я могла ему написать, чуть ли не там посреди ночи, он мне, конечно, не отвечал, но днем, там, утром он отвечает, то есть, соответственно, я ему там каждый день пишу, типа, сегодня опять пиздец, что делать будем там, какие-то моменты я ему там описываю, как я рыдаю, потому что нужно нашему, чтобы он понял, что мне не просто, типа, плохо, а прямо уже критически зашкаливает, что-нибудь, help. В какой-то момент я помню, что я уже вообще просто, я, ну, когда я не могла стоять, и я ему уже говорю, слушай, а ты не знаешь, у нас вообще в стране автоназию вообще делают, или нам надо в Швейцарию будет лететь? То есть я серьезно думала, ну, типа, если это, никто не выяснит, что я с этим делать, ходить я не могу. Я еще была близка к тому, чтобы, знаешь, погуглить коляски, сколько стоит, потому что, ну, блин, ну, хотя бы просто вот, не знаю, по дому на коляске передвигаться, чтобы не наставать на ноги, потому что это было жутко больно. И я говорю, да нет, походу, дело там еще, говорят, Нидерланды. Я говорю, ну, да, короче, в общем, если что, то, значит, вон туда мы переедем. Потому что я говорю, я не намерена терпеть всю жизнь эту пиздец. Типа, если прям никто меня не вылечит, то все вообще. Это такой прям истерический момент. Какие-то дни у меня были, когда я реально плакала по пять раз в день, потому что просто все. То есть, ну, не знаю, кто-то на ноги встаешь, ты рыдаешь, кто-то думаешь просто, как тебе жалко саму себя, и как вообще все это тупо, и почему, блин, никто тебя вылечить не может, а к врачу, к которому тебе надо попасть еще неделю ждать записи, потому что ничего ближайшего нет. В общем, все было такое дурацкое. Все моменты. Но оказалось, что муж, вот мой муж точно святой человек, потому что это долгий период, получается, когда у тебя больной человек рядом. И он не выздоравливает, он только хуже ему становится. То есть ты вроде бы пытаешься что-то помочь? Ну, что сделать? Ну, из комнаты в комнату я тебе могу перенести там, принести все таблеточки, приготовить еду, еще что-то. И это когда какой-то короткий понимание, ну, вроде раз выздоровею, все нормально. А когда как бы долгий период, я даже больше, знаешь, переживала, что, ну, что ему может это надоест, потому что, если я перекладывала бы на себя, мне бы быстро доело это все. То есть я бы сама уж там в истериках была, типа, что ж ты не выздоравливаешь? И в момент, когда я начала выздоравливать, я просто такая, господь, так что так все легко решалось? Ну, то есть вот реально меня в больнице там за, не знаю, дней пять поставили на ноги, мне просто приняли одни препараты, вкололи другие, и я вот так вот вылетела. Знаешь, то есть мне нужно было минимум что-то типа семь или десять дней отлежать, а я им написала расписку, что как будто бы я десять дней отлежала, да-да-да, и там вот, говорю, все, я поехала. Я прямо вот сегодня поеду, если нужно завтра приехать за выпиской, я завтра приеду. Ну, говорю, все, я уже полетела. У меня еще там такая тоже соседка попалась. Восхитительная женщина. Она тоже, мне кажется, мне придала какое-то стремление выздороветь быстрее, потому что я легла в больницу в платное отделение, потому что бесплатно невозможно было попасть. Могу понять теперь, когда хожу по бесплатным клиникам. Туда там этих бабулек, которые, блин, наверное, ждут эту очередь вообще. Ну и слава богу, потому что я легла в платную, и там было всего две кровати. То есть она такая маленькая, комната, еще что удачно, на какой-то теневой стороне, то есть лето было жарким, я думаю, как я там буду вообще лежать? Мне нужно ночью прикладывать замороженную вишню к ногам, чтобы хоть как-то поспать. И где-то дня 4 или 3 первые у меня не было соседки, я такая воспринимаю, вообще ништяк. Вот так хорошо. Я прям устраивала в ветроду и открывала все окна, там все вообще. Мне уже все время было как-то холодно, хотя бы прохладненько, потому что все вот эти ощущения в ногах и руках, они еще увеличились, ко всем прочему. То есть если я руку в холодную воду сую, то мне кажется, что она теплая. То есть если я здоровую частью где-то трогаю, то я чувствую, что она холодная. А если как бы не очень здоровая, то ощущение просто теплое. Соответственно, если теплое, то как что вообще просто невносимо горячее. И, значит, какой-то поменка подселяет ко мне бабушку. Ну, как бабушку. Она вообще выглядела достаточно молодой, наверное, какая-то, я называю, это кавказского типа сложения. Я не помню, по-моему, она азербайджанка была. По-моему, да, она из Баку, я вот и говорю, рассказала. Она выглядела моложе, чем она есть. Она просто рассказала мне, что ей там 60, а так она выглядела, ну, наверное, и, значит, её кладут. Я понимаю, что у нас беда, потому что ей кажется, что у неё озноб. Она сидит в четырёх платках, в четырёх штанах, закутанная в одеяло, и говорит, пожалуйста, давайте закроем окно, мне очень холодно. Напоминаю, лето плюс 30 градусов. Я думаю, ей дарить колотить. Окей. Подобрали соседей. Вообще просто идеально. Я говорю, реально, вот прям вот просто, как выбирали, знаешь, типа, смотри, он той, кажется, жарко, а вот этой холодно. Давай хстить за ним, посмотрим, кто выиграет. Я понимаю, что ей плохо, но мне это, блин, тоже не в то, чтобы хорошо. Я тут тоже как бы не на курорте. Я такая, ладно, думала для себя, сразу решила, что, значит, по очереди будем то, может, ей будет плохо, то мне будет плохо. Ну, как ещё. Идеальное отношение. Ну, да-да-да, что делать? Я начинаю за ней на коммунике наблюдать, ну, просто к ней приходит один врач, другой, и понимаю, что соседка у меня, она интересная личность, потому что всё, что ей предлагают, она от всего отказывается и говорит, что всё ей плохо. Она рассказывает историю болезни, которая длится у нее, там, года три, как ей плохо, как ей кажется, что у нее сдоб, как там, не знаю, то ноги отнимаются, то ещё что-нибудь. Рассказывает, как она с одним кем-то врачом встречалась, ей пытались с одной таблетки выписаться. Она посмотрела, что написано в описании к таблеткам, решила, что ей станет плохо и не стала их пить. И так про всё лечение, которое ей давалось. То есть она сразу читала, знаешь, я тебе могу так сказать, антидепрессанты это вообще весёлая штука, там вот реально вот такое полотно огромное, просто побочных эффектов. И там ты, если их начнёшь читать, там у тебя всё будет, вот всё. Похудание, набор ЕСЭ, диарея, запоры, головокружение, ну, всё, что можно придумать в организме, всё у тебя будет. Ну, то есть, они там, знаешь, мне кажется, описывают это как опцию, то есть у одного из десяти может что-то сработать, у другого на эти же таблетки сработает что-то другое. О, третье вообще ничего не сработает. Но эта же бабушка, она сразу читала противопоказания, такая, ну, нет. Даже сразу нет. Я говорю, ну, давайте такое лечение. Говорит, нет, я читала, мне будет плохо. А я говорю, ну, ладно, давайте кровь у вас возьмём. Он говорит, нет, мне, у меня сейчас голова так кружится, мне будет плохо. Он говорит, ладно, на КТ пойдёте? Я на КТ была, мне было плохо. Окей, надо на МРТ сделать. Блин, на МРТ, оно так шумит, оно только опасно для жизни. Не-не-не, плохо. Знаешь, набирается такой интересный ком человека, который пришёл целенаправленно за деньги лечиться, ложится в больницу и отказывается от всего просто, то есть вообще от всего. Первый день она отказалась от капельницы, на второй день они привезли какую-то другую капельницу, а это стопроцентно была другая капельница, и я слышала название, которое они говорят. А как бы все капельницы выглядят одинаково. Что, сказала бабушка, это та же самая капельница, что вы вчера, а вы мне её снова привезли. А то, ну, то есть, говорит, вчера я видела, и поговорят, я проходила там мимо другой палат, там женщина чуть умерла от неё. И она такой, что? Это что, закон негатива? Ну, в общем, да, какой-то момент я решил, что я больше не могу выносить эту женщину, потому что у неё натурально везут обед, она издалека такая, блин, обед плохой, рыба. В больницах только плохую рыбу дают. Такая ёлки-палки, рыба провозит, она говорит, ещё и холодная. Ну, то есть... У неё все ожидания от жизни оправдываются. Да, у неё всё плохо. Она там, естественно, начинает рассказывать, что у неё в жизни всё плохо, потому что сын там негодяй не слушает её, а дочь развелась вообще как могла. Я сбежала от неё. Не знаю, что там с ней в итоге, но любопытно, интересно, конечно. Ты чё-то для себя какие-то, знаешь, новые правила сформулировала после... Ну вот сейчас всё более-менее начало налаживаться, ты сильно лучше себя чувствуешь. Слушай, они сами сработали эти правила, то есть не то, чтобы я такая, блин, я больше не буду париться за херню, я просто реально за неё больше не парюсь. Просто оно просто как будто отключается. Вышла из этой болезни, вообще, мне кажется, по-настоящему другим человекам. Может быть, опять это действие препаратов, то есть это... Я не буду умалять и возможного воздействия, но сам факт, что как бы я такая просто мир прекрасен, как всё хорошо, улица, ветерочек, холодная вода, наконец могу в ванной скупаться. Ну то есть у меня так долго не было каких-то простых вещей, которые мне очень хотелось, что я сейчас просто в каком-то эйфорическом состоянии нахожусь. У меня такое было несколько раз в жизни, не помню, какой первый. На второй, когда я сделала себе операцию на глаза, и у меня было минус 3, а стало стопроцентное. И не знаю, ты знаешь про операцию или нет, но, короче, там прям тебе сразу её делают, и ты прям моментально сразу видишь. То есть ты зашёл в кабинет полуслепым, условно говоря, всё размыто, а выходишь, ты просто всё чётко, ты такой, да нифига себе! И я помню, что был серый апрельский день, типа, знаешь, вот такая весенняя говнища, всё вокруг просто какое-то серое, Москва, восхитительно. И меня тогдашний бойфренд забирал, я просто выхожу из клиники, такая, Господь, как всё красиво! Он такой, тебя чё там, чем тебя обезболили? Ну, то есть это настолько нелепо казалось, а я такой, да ты вообще не понимаешь ничего! Вот, это у меня какое-то сейчас вот похожее состояние, только оно растянуто немножко во время, что типа, какое-то красивое, как я люблю всё вообще! Знаешь, типа, я не могла все лето ходить в обуви, я сейчас могу кроссовки надеть! Офигеть! Вот это да! Могу всю ночь поспать! Офигеть! Ну, то есть просто супер базовые вещи, кажется, раем каким-то. Поэтому мне не получается переживать из-за того, что сейчас все переживают, потому что я такая, да понимаете, я дотрагиваюсь до еды, она не кажется мне горячей! Вау! Я могу в ванной полежать! Прям в нормальной ванной набрать воды и лежать! Не просто в пустой, не обязательно в холодной, а в тёплой! Всё, у меня как бы очень снизился порог для восхищения и всего такого, поэтому я пока что просто в супернаслаждении. И вот есть теория среди моих читателей, что, и вот это вот, знаешь, как все, к чему бы это было послано испытание, условно говоря, что вот к тому, чтобы пережить ещё более сложную, условно говоря, ситуацию. Может быть, так оно и есть, кто знает. Спасибо, что дослушали выпуск до конца, подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...